Какая-то железная дверь Мы призываем дух Или сущность этого места Ответь нам, ты здесь Всем привет, дорогие друзья С вами снова канал Табу Искатели Паранормального И это третья и заключительная серия заброшенного пансионата Жемчужина Если вы не видели две предыдущие серии, обязательно их посмотрите Все три серии связаны в одну большую историю этого похода В каждую из серий мы поставили разные эксперименты, которые дали свои результаты Если же ты новый зритель, подписывайся И мы всех ждем на нашем лайв-канале Братья Твинс Не забывайте поставить лайк под видео, написать комментарий и поделиться этим роликом Вы нам очень сильно поможете Данная тема, к сожалению, очень слабо развивается на Ютубе А вы единственная наша помощь, опора и поддержка На нашем канале уже 90 тысяч подписчиков Давайте же соберем первые 100 тысяч Для этого просто не забывайте о нас говорить Мы надеемся на вас, дорогие друзья Кстати, в конце ролика будет интересное фото Нам нужно знать ваше мнение Так что обязательно смотрите до конца А мы начинаем Мы тут уже находимся почти всю ночь Записали стандартно все эксперименты, которые мы всегда используем Кроме пяти минут тишины, но не знаю, возможно сделаем Сейчас посмотрим Знаете, куда они сходили? Где переход в то помещение есть? Я не знаю, рады, не могу Тут просто стреляется Блин, не знаю, может хватит снимать А, доска выйдет же Блин, вот это А, мы здесь пришли, да? Угу Пойдем, Дим, там посмотрим Может вот с той стороны весь вход какой Лифтовые шахты И рама висит А комната держится Так, переходим на другое крыло Сейчас мы там посмотрим Что там вообще имеется у нас Досточка тут, конечно, стоит Что, спуститься? Только не наверни стирок сумкой Фига не вижу Да, тут, конечно, полное разрушение Тут уже все, что можно повынести Просто по кирпичикам разбирают Тупое все О, комната Аси Есть Ася Есть Ася, есть Ася, есть Ася, есть Ася Димон, ты видел это? Дим? Есть Ася, Ася, Ася Есть, 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 есть Ася Саша, Саша Так, погнали дальше Дмитрий что-то обнаружил Так, что тут у нас Как обычно Так, это бункер Подвал Здесь кто-нибудь есть Дмитрий что-нибудь Дмитрий что-нибудь Дмитрий что-нибудь Дмитрий что-нибудь Дмитрий что-нибудь Дмитрий что-нибудь Все, вот и он пошел, как-то ждать за дверь. Выход, о господи, я испугался, я испугался, вот выход. Вот и под этим, ну да. Есть кто? Обалдеть, обалдеть, обалдеть. Поздравляю, мы в тупике. А вот, нет, я так понимаю, какой-то... Так, мы, в общем, записываем пять минут тишины, кладем диктофон. Вот, клади здесь, да, где-нибудь, Серега. Да, мы кладем диктофон, записывать пять минут тишины. Вот, Сережка вот здесь положил, вот. И также мы включим кассетный диктофон и положим его с другой стороны, вот, вот, вот там. А сами уйдем, посмотрим, что из этого получится. Все, включаем. Первый эксперимент, который мы провели, спустившись в подвал, это пять минут тишины, записанных на обычный диктофон с использованием лазера и кассетного диктофона. Как мы это делаем? Мы просто записываем тишину, а после этого, по прибытию домой, мы обрабатываем запись и вслушиваемся в нее. Иногда из тишины мы достаем реальные голоса, которые дублируются в дальнейшем на ролике. Если же вы не хотите смотреть этот эксперимент, вы можете перемотать вот на это время и посмотреть непосредственно на эксперимент с доской Уиджи. Всем приятного просмотра. Так? Так. Так. Куда теперь положить? Вот так пускай будет. Всё, пишем пятни тишины. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Так, друзья, перед вашими глазами мы расчехлили доску Эйджи, которую нам предоставил Дмитрий. И сейчас мы попробуем, единственное, что нет у нас свечей, но так как здесь была какая-то активность, мы попробуем это сделать без свечей. Вообще лучше всего, конечно, вызывать человека, которого все знают, чтобы представлять себе образ, как в детстве Гоголь. Ну, давайте попробуем, как в детстве Гоголь. Ну, давайте попробуем того, кто недавно умер, блин. Так, чтобы оно как бы так было, чтобы оно беспрепятственно было. Потому что, видишь, оно чуть-чуть из-за поверхности. Итак, ребята, мы сейчас попробуем призывать духа или сущность, попробовать поговорить. И вообще, посмотрим, что у нас из этого положено. Сейчас, вот так, немножко, блин. Так. Ни для кого не секрет, что представляет из себя доска Эйджи. Это доска для спиритических сеансов вызова душ с нанесенными на нее буквами алфавита и цифрами от 0 до 9, словами да и нет, и со специальной планшеткой-указателем. Наши подписчики очень давно просили нас провести эксперимент с доской. Они утверждали, что доска работает на 100% и, судя по многочисленным видео, роликам на ютубе, она не что иное, как портал в иной мир. Почему мы ее никогда не использовали? Потому что к данной доске есть некий скептицизм. Да-да, именно он. Но так как мы проверяем легенды на себе, у нас подвернулась возможность ее использовать. Нам ее подарил Дима Чистов, которого вы видите с нами на этом выезде. Он наш водитель, и стал он им относительно недавно, перекочевав из подписчика в нашу команду. Он очень просил попробовать использовать ее на заброшке. Что мы и сделали. Единственный минус в том, что у нас не было свечей, и в полную силу мы не могли использовать доску. Ведь говорят, что обязательно нужны свечи. Но это не помешало нам добиться результата. Что у нас получилось, вы сейчас увидите. Если здесь кто-нибудь... Мы хотим призвать духа этого места. Ты можешь выйти с нами на связь? Дух или сущность этого места. Ты здесь? Ну да, ощущение, что вот она ей трудно как-то... Ну, кстати, если другой... Может, надо вообще еле прикасаться к ней? Может, надо еле держаться? Вот так вот... Тут лучше, по-другому. Может, надо вообще еле прикасаться к ней? Дух или сущность этого места. Ты можешь выйти с нами на связь? Связаться с нами с помощью доски Луиджа? Мы призываем дух или сущность этого места. Ответь нам. Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Ты можешь сдвинуть эту картонку? Нет, что вы себе ждёте? То нет, ты? Нет. Да. Дух Скажи нам, ты здесь. Попытайся что-нибудь сделать. Я пойму, она сама двигается или как? Я вообще не долго. Я тоже. Блин, та камера не зафиксила. Ты это снимаешь, да, Сережа? Вроде снимаю, не знаю. Видно, нет. Да, чуть-чуть голову под ними положил. Вот так. Дух, ты можешь нам ответить? Ты можешь с нами пообщаться? Ответь нам да или нет. Она вот еле движется, я не понимаю. Угу. Слабый муж дух. Души этого места, мы просим вас связаться с нами через эту доску. Души этого места, мы просим вас связаться с нами через эту доску. Души этого места, мы просим вас связаться с нами через эту доску. Души, вы здесь? Души, вы здесь? Ответь нам, ты сейчас здесь? Ответь нам, ты сейчас здесь? Как тебя зовут? Ты можешь сказать свое имя? Сделай еще что-нибудь. Двину эту доску еще хотя бы слегка. А что это шумело сейчас и прекратилось? Слушай, и пол шума потом прекратилось. Здесь кто-нибудь есть? Спасибо. Ну, конечно. А что это шумело? Нет. Смотри. Причём я еле касаюсь. Здесь кто-нибудь есть? Ты нам можешь навредить? Ответь нам да или нет. Ты нам можешь навредить? Ответь нам да или нет. Нет. Что-то пытается. Что-то пытается. Что-то пытается. Я не знаю. Знаете, почему? Есть два варианта, почему очень слабо. Во-первых, может быть свечей нет. Ну это раз, да. Там как обязательно. Знаете с чем? Со свечами потом и с рунами. Ну да, это будет. Так, друзья, Серёжкина камера писала. Было реально движение. Значит это как-то действительно работает. Но мы сегодня не смогли подготовиться так, как это вообще нужно. на самом деле. Поэтому в следующий раз мы попробуем провести этот ритуал в полную мощь, в полную силу, с хроническими ставами, со свечами. И сейчас мы наверное отправимся уже домой, соберёмся и поедем. Во время сеанса произошли некоторые моменты, которые нас насторожили. Во-первых, указатель сдвинулся на пару сантиметров и двигался он достаточно долго. Этот момент нас сильно удивил. Неужели она работает? Мы уверяем вас, что намеренно её никто не двигал. Но давайте попробуем разобраться. Нам кажется, что указатель двигался за счёт энергетического поля, которое мы же источаем. В фильмах нам показывают, как указатель немыслимо двигается в разные стороны, составляя слова. Но на деле этого не произошло. Какой мы делаем вывод? Она, возможно, работает, но не так, как бы хотелось. Может быть, мы сделали что-то не так. Поэтому в дальнейшем мы попробуем её использовать ещё несколько раз, поставив уже другие, более серьёзные эксперименты. И тогда мы или опровергнем её силу, или же подтвердим. Пока никаких точных выводов мы делать не будем. А вы как считаете, действительно ли доска работает? И если вы когда-то сталкивались с ней, какой у вас был результат? Пишите в комментариях. Также после сеанса, когда мы собирались уходить, произошли ещё некоторые моменты, которые вы сейчас увидите. Спасибо Дмитрию огромное за то, что он принёс эту доску. А, кстати, кстати говоря, когда мы сидели, ребята... Вы знаете, что я услышал? Смотрите внимательно. В первый раз, когда, если камера это записала или диктафон, в первый раз, когда пошевелилась вот эта вот направляющая эта штучка. Знаете, что было? Если вы услышали вот так. Да ладно? Да. Я без брехни говорю. Всё. Всё в приключении. И тоже без нас всё вот это начинает просто покидаться. И так, друзья... Дим, иди сюда к нам. Итак, дорогие друзья, это были такие напряжённые съёмки. Мы провели все эксперименты. Даже сделали такие, которые мы никогда не делали. Это доска Ouija и 5 минут тишины на кассетный диктофон. Используем лазера. То есть сегодня мы сделали всё. Вандербокс мы разберём. Обязательно вы всё услышите. Особо не понятно было, что... Ну, как всегда, короче. Но я думаю, что, по-моему, там были интересные ответы. Кинект камера поразила. Но, опять же, мы повторимся, что с ней очень неудобно. Но я думаю, что когда-нибудь мы сделаем просто... Мы возьмём доску Ouija, поставим кинект камеру И используем это всё по... Вообще, ну, по полной программе, да. Так, мы сейчас уходим на выход. Отснимем там пару кадров. А вы, если вы смотрели наши ролики, подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь нашими видео. У нас очень много роликов по загрошкам, где мы ходим. И рубрика «Транскоммуникация», где мы связываемся с потусторонним миром через Вандербокс. У нас есть лайв-канал «Братья Твинц», подписывайтесь на лайв-канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых роликов, каких-то новостей. В общем... Там стучит что-то. Мы вас все ждём, ребята. Сейчас вы увидите часть фотографий, которую мы сделали перед и после сеанса. Приглядитесь внимательно. Вам не кажется, что там стоит силуэт? Пишите свои предположения в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр и за ваши лайки с комментариями. За счёт этого ролик растёт и развивается. И да, не забывайте подписываться на наш канал и на наши аккаунты в других соцсетях. Ссылочки в описании. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»